В этом году у рязанских девушек впервые появилась возможность побороться за титул российской красавицы. На кастинг регионального этапа конкурса российской красавицы 2016 пришло более 100 человек. Правда, выбрали из них всего 26, а в финал прошло и того меньше – 23, по всей видимости, самые достойные участницы. Привлекательная внешность, длинные волосы, рост не менее 172 сантиметров и, конечно же, модельные параметры фигуры 90-60-90. Правда, именно на этом конкурсе организаторами допускались небольшие отхождения от этих требований. Вначале мы задумали его более демократическим конкурсом, мы сделали возраст больше девочек и параметры немножко посвободнее, не 60-90, чтобы могли все красивые девушки участвовать в этом конкурсе. Ну, конечно, в определенных разумных пределах. И, в принципе, сейчас держим это. Может быть, где-то уменьшаем, повышаем, но стараемся, чтобы это было более демократично, в отличие от, когда четко ставят параметры. Когда у нас сейчас будет новый проект «Топ модель России», там мы уже будем четкие параметры держать, потому что это будет конкурс моделей именно. А я считаю, что русская красавица, российская красавица, она может быть разной. То есть, понимаете, потому что всегда русские женщины, наоборот, славились своей, так сказать, статию. То есть, это не были какие-то худые модели. Александр Абдулимов, президент конкурса, приехал на региональный этап специально, чтобы оценить красоту наших девушек. Вместе с остальными членами жюри ему предстояла довольно сложная работа, ведь все участницы были по-настоящему красивы, талантливы и грациозны. Дефиле в самых разнообразных нарядах перемежались с творческими конкурсами. Но закончилось все грандиозной церемонией награждения. Титул главной красавицы завоевала Анастасия Смольская. На самом деле, я этого не ожидала, но я очень счастлива. Спасибо всем. Именно она представит наш город в финале конкурса «Российская красавица-2016» в апреле этого года в Москве.